У меня тоже презентация посвящена академии некой. То есть надо постоянно учиться, нам нужно получать знания, развиваться. Я не знаю, как это внедрить в студию, но я поддерживаю этот академический дух, дух исследования, дух любви к клиентам, к вам, к работе, к проектам. И если вам спросят, а сколько это стоит внедрить, вы просто внедряйте. Дальше я немножко подробнее об этом поговорю. У меня тоже такая сложная тема, о ней трудно говорить, но я хочу искренне поделиться с вами опытом. Я сам занимаюсь искусственным интеллектом, нейронными сетями, но я сам одной ногой. Второй ногой я инженер. Я инженер такой хардкорный, хайлодный, я очень люблю программирование, но я понимаю, сколько это стоит, сколько это стоит денег. И я считаю себя хорошим дополнением к бизнес-менеджеру. Но всегда в студии должна быть сильная техническая сторона, всегда. Если бизнес продавливает технику, начинается кровь и ужасные-ужасные последствия. То есть со стороны техники в студии должны быть два крыла в самолете, два двигателя. Это бизнес, это техника. Ни в коем случае никто не должен никого подминать. Как только вы теряете баланс, что происходит, самолетик начинает падать. Поэтому будет, я думаю, интересно. Постараюсь и посмеяться, и получить хорошие знания, чтобы вы все ушли с опытом. Ну и сразу пристегнитесь и возьмите пакеты, потому что будет очень высокая турбулентность. Обещаю. Итак, о чем мы поговорим? Мы поговорим о гибких методологиях. Поднимите руки, кто занимается проектами, кто ведет их. Менеджеры. Вижу. А поднимите, пожалуйста, руки инженеры, технические специалисты, разработчики, программисты, админы. Больше. Отлично. Ну я тогда буду рассказывать для тех и других. Значит, есть такая вот сейчас такая мода на гибкие методологии. Значит, что, значит, это нужно, это хорошо, это модно, это красиво, это правильно. Но так как я очень люблю математику, анализ и науку, я вам поделюсь с вами опытом, вообще на самом деле оправдали ли это все и что же с этим делать. И на самом деле что же выбрать, что же там сделать следующий шаг. Вообще, ну для того, чтобы понять тему, я не хочу вам сейчас давать рецепты. Я сейчас вам дам рецепты, кто-то может по дороге душевной просто прийти на работу, начать нажимать кнопки, не думая так. Так, программист, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, и что-то не так. Поэтому выводы вы сделайте сами, я вам дам знания необходимые, поделюсь опытом, и поэтому постарайтесь мозг отключить сейчас полностью. Мозг не надо, включите сердце, так будет легче понимать. Итак, как вообще все это появилось, откуда появились процессы? Вообще программирование давно возникло, да, это середина, наверное, прошлого века. И вообще, почему, откуда появились эти проектные процессы? Дело в том, что программирование это как строительство дома. Можете критиковать, но я считаю, что это все-таки строительство дома. И в строительстве могут уйти строители, да, можно там строить дом для того, чтобы он там выдержал попадание самолета. То есть оказалось, что это все не просто так, не просто так. И поэтому появились некие процессы. Процессов много, процессы записаны, есть толстые книжки по процессам, которые, допустим, не все читают, но это все, это тоже наука. Что дает нам успех веб-проекта? Это очень сложный вопрос, но на него можно дать правильный ответ. В техническом плане, не только в техническом. Смотрите, на мой взгляд, проект технически должен быть всегда на высочайшем уровне сделан. Но опять-таки вопрос, что делать в первую очередь? Надо делать не все, иначе вы вылетите в трубу, вы просадите все деньги, занимаясь першекционизмом. Но надо делать то, что необходимо делать. Ну, например, если вы идете по улице, падает метеорит, у вас там есть одна секунда на действие, надо спрятаться за деревом. Если вы занимаетесь айкидо, вы занимаетесь растяжками, у вас там позы, всякие блоки, и вдруг вы звоните по телефону, и заходит преступник в телефонную будку и закрывает дверь. Что вы будете делать? У вас нет времени растягиваться, у вас нет времени урмываться, ударить. Вы что делаете? Вы возьмете и ударите лбом по носу. То есть задача применить боевое карате. То есть в студии принять правильное решение, которое позволит вам победить. Поэтому первый успех. Дальше. Все знают, что клиент может завалить проект, если прогнуться. Очень может легко завалить. Он может запутывать рюм. Об этом дальше поговорим. Бывает так, наоборот, что правильный клиент, умный, знает, что он хочет, четко расписал, логически помыслил. Все. Партнер запутывается в собственном коде, разработчики все падают. Пытаются встать, на них падают дизайнеры, стол завалится, мониторы. Такое тоже бывает, к сожалению, это боль. Я не могу на это смотреть без слез, но такое бывает. Нужно учиться быть сильнее. Учиться драться. Правильно. В телефонной будке. Третий вопрос, который надо нам понять. Люди или методологи. Что вы строите в веб-студии? Вы строите Макдональдс, чтобы можно было людей менять? Скажу сразу, НИПС не сработает. Разработка – это сложная интеллектуальная деятельность. Никогда нельзя ее полностью формализовать. Это очень сложно. Это первое. Второе. Работу мозга до сих пор не научились ускорять. Кофею к сутру, я понимаю, да. Но другие легкие наркотики. Покурить там. Но ускорить мозг невозможно. Поэтому все эти процессы, agile, scrum, xp, kanban, они все, в принципе, для того, чтобы мозг работал комфортно. Чтобы человек был хорошим тренингом, сидел в студии, верстал, программировал, любил проект, любил клиентов. Вы его любили, ходили менеджеры. Это только для этого. Ни в коем случае не воспринимайте методологию как средство принуждения к работе. В разработке принуждать к работе нельзя. Но только если вы программируете, я не знаю, вирусы программируете. Даже там надо очень много думать. То есть проекты – это средство раскрытия творческих способностей человека. Проектное управление. Ни в коем случае не выживание. То есть это не строительство. Это не управляющая компания, где там копают каждый день. Там можно построить проектную систему, людей иметь. Веб-разработки нельзя. По поводу компетенции… Дальше поговорим, я не буду останавливаться. Значит, когда процесса нет, многие с этого начинают, потому что нет понимания, а зачем они нужны. В принципе, вот программисты, умные ребята, действительно умные там. Зарплата хорошая. Верстальщик опытный. Дизайнер там, креативщик, ночами не спит, рисует там на стенах. Сисадмин бородатый такой вот. Книжки читают толстые. Зачем процесс? Клиент пришел, ребята, он только говорит, да-да-да-да-да-да. Уже программируют, уже делают. К чему это может привести? Я напомню. Я напомню. Значит, проектирование надо, все понятно. Сделать через две недели. Менеджер говорит, конечно, да, сделаем, сделаем, не волнуйтесь. То есть он предает технического директора или ведущего разработчика. Он должен с ним согласовать, должен получить оценку. В данном случае он говорит, нет, все сделаем. Все. Это называется глупость. Давайте, как это, была шутка такая когда-то, что американцы полетели на Луну, а наш руководитель говорит, ну, из СССР говорит, а мы, говорит, полетим на Солнце. Ну что? Сгорит ракета. Мы полетим на Солнце ночью. Вот, ну, то есть мы сделаем там через две недели то же самое. Значит, разработчик, вот это очень важный момент, очень опасный, когда в гиг-методологии разработчик делает лишь бы до зарплаты. Это возникает тогда, когда нет в компании доверия. Это мы об этом дальше поговорим. Тестировщик, это вообще моя любимая тема. Тестировщик покликал, багов нет. Пойду кофе пить. Чувак, а ты ТЗ выучил наизусть? А ты комбинаторные риски учел? Ну, а если я так веду данные, а если так, а если так? Ты вообще понимаешь, что клиенту нужен? Ты поговорил с программистами? Ты QA-щик или ты кликатель, робот? Большой вопрос. Дальше. Клиент вдруг. Ой, давайте это быстренько поменяем. Ну, а что там, сложно? Ну что, унитаз поставили? Давайте к потолку поставим. Ну почему? Красиво же. А вы же программисты. Вы же программисты. Ну что, не сделаете, что ли? А давайте быстро проводку поменяем в стенах. А, уже добои поклеили. Ну, аккуратненько так. Вы же алгоритмы знаете, вы же учились. Провода вытащите. Я видел, так делают. Представляете, до чего доходит? Это полный маразм вообще. Это волосы становится на голове. Вот я прихожу к строителям, мне сделали в квартире ремонт. Я говорю, ребята, давайте проводку поменяем. И вот это лицо у меня мурует в стену, и это лицо будет, понимаете, торчать из стены. Вот реально так будет. Нельзя. Это ужасно вообще. Это маразм. Но сейчас культура этого еще не сложилась. Почему-то думать, что в IT-то можно как-то... Математика там все решит. Нет. Математика это как физика. То есть, если ты прыгнешь с девятого этажа, ты убьешься. Всегда. Все. Это вот математика так же. Значит, документация тоже, да, все понятно в коде. Значит, какие риски? Естественно, эту систему будет очень сложно развивать, потому что вы заранее не подумали об этом. Приходит новый программист, говорит, это говнокод. Это вообще кто это писал? Так вообще нельзя программировать. Это все я перепишу сейчас. Почему это возникает? Это возникает у неопытных разработчиков, как правило, неуверенных в себе. Я таким сам был. Я все заново переписывал, как постоянно. Но потом постепенно ты начинаешь понимать другой код и начинаешь, как сегодня Дима разговаривал с сам собой, начинаешь с кодом разговаривать, он тебя понимает, ты его понимаешь. Такая вот конструктивная шизофрения начинается, но она отличает опытного разработчика уже. Дальше. Непонятно в ходе разобраться. Дальше. Самое ужасное, когда вы сделали систему, сайт, и боитесь туда влазить. Это признак того, что нет процесса правильно подобного для проекта. Но это то же самое, что есть сайт. Слушай, давай там поменяем это. Кто первый пойдет? Сейчас грохнется сайт, все ждут. Ты пойдешь. Сделал что-то. Баги посыпались. И у людей сразу работа появилась, баги начнут исправлять. Это вообще, это катастрофически неправильно. Есть методы борьбы с этим. Мы о них дальше поговорим. Но это тоже есть. Если вы такую ситуацию знаете, значит, это значит, что процесса нет, это делается на коленке. По-моему, 95% веб-проектов делаются так, что неправильно, но мы поговорим, как из этой ситуации выходить. Значит, возникает следующая крайность. Так, завалили проект, боятся туда входить. В 10 раз переписывали, он все равно багами сыплет. Теперь проектируем, пишем ТЗ. ТЗ, UMA, значит. Начинают писать ТЗ с клиентом. И вдруг понимают, что чтобы написать ТЗ на этот проект, надо описать формальным языком где-то тысячу или тысячи страниц. Было такое? Было у кого-нибудь такое? Сложные проекты? Мало у кого? Повезло вам. Да, вот я вижу. Есть сложные проекты, в которых, когда начинаешь разбираться, что же надо клиенту, оказывается, у него там высшая математика, у него куча скидок, алгоритмов, логик. Прав, групп и так далее. То есть страшное дело. И необходимо это все формализовать. Естественно, это очень дорого. Надо ему объяснить. Вы знаете, у вас такой сложный проект. Обычно это любимая тема. А сделайте мне сайт, как у него. Вот так. Управление. Это кошмар. Это то же самое. А давайте ракета у Нур-Американцев полетела. А сделайте такую же мне ракету. Когда? Через две недели. Вы понимаете, что это абсолютно совершенно нонсенс. Но это, к сожалению, пока есть. Поэтому надо учить просто клиентов и нас друг друга учить. То есть объяснять, что есть законы физики. Просто рассказывать, что нельзя доплюнуть до солнца. Ну нельзя из рогатки сбить луну. Ну нельзя. Ну попробуйте. И все. Значит, это дорого, долго. Это надо тестировать. В принципе, это самый правильный процесс. Если вы будете смеяться, что agile, agile, это круто, а это водопад, отстой. Коллеги, водопад самый правильный проектный процесс. Самый настоящий. Который сертифицирован наукой. Все остальное это для спецназа. А мы не всегда спецназ. Значит, этот способ пробовали, делали последовательно. В принципе, вот в строительстве так, в медицине так. Если вы будете делать ядерную станцию, надо делать точно так. Все спроекцировать. Это правильный процесс. Вот поймите. Это правильно. Но то, что вы спроектировали, вы сделаете, но рынок уже поменяется. Второе. Вы потратите кучу денег. Третье. Вы будете писать тесты на все. Четвертое. Вы потратите кучу времени на документацию. Пятое. Вы должны будете менять документацию постоянно. Это тяжело. Это правильно, но жизнь устроена так, что вы просто прогорите. И в этом случае рынок нас выталкивает в зону дикого дискомфорта. Мы должны сражаться с голиафом, бегая вот с этим, с прощой камушки кидать. Вот кто научился правильно кидать камушки, знает, куда попадать, тот понял, что такое agile. Потому что agile реально, там брони в законе нет. Это для того, чтобы вы не думали, что agile там решит все ваши вопросы. Нет. И вот мы получаем ядерную станцию. Настоящая она работает, но иногда взрывается. И даже тогда бывают баги. Все знают, что ядерные станции могут взрываться. Идем дальше. Еще момент. Еще большие риски, связанные с гибкими методологиями и вообще веб-проектах. Вы не эксперты. Вы можете хорошо знать, что такое сайты, но вы не знаете, что такое медицина, если вы делаете сайт для медицинской организации. Я помню, у меня был проект, связанный с сдачей медицинских анализов, это какой-то кошмар. Оказывается, можно сдать кровь вместо мочи, но на такие-то анализы и если там полнолуние. То есть реально куча, там 500 страниц надо описывать, как вообще там сдавать слюну вместо чего-то. То есть вы все равно этого не знаете. Поэтому вам надо вытащить клиента к себе в офис. Вы должны сказать, слушай, ты у нас будешь богом, значит, вот у тебя, значит, стул, тут будут эти ребята стоять, вот так, кстати, аналитики, значит, такими вещами, менеджеры. Будете принесить еду. Вот если вы так не сделаете, если вы не вытащите эксперта, вы, скорее всего, провалите проект, потому что вот надо вытащить голову клиента и поставить в офис. Это очень важно. Об этом говорит весь Эджайл, мы дальше поговорим более формально. Я сейчас пока вам такую воду лью, чтобы согреть немножко, чтобы мы размялись. Дальше, значит, люди увидели это. Крупные компании типа IBM и другие крупные компании, которые, ну, у них сначала было на коленке, потом начался у них в ТЗ писать, и проваливали сроки, и очень дорого было. Поняли, что на самом деле еще правильнее двигаться итерационно. Вот это вот элемент, график из Agile Unified Process. Ну, на самом деле, это все очень близко к методологии Rational Unified Process. Кто знает о такой методологии? РУП или РАП? Я не знаю, как правильно говорить. Суть такая, что… Суть простая. Смотрите, я хочу вам передать сложные концепции простыми словами, чтобы их можно было объяснить за тяжкой чая. Если вам непонятно, задавайте вопросы, значит, я буду улучшать свою лекцию. Итак, что такое итеративный процесс? Это значит, что делится проект на стадии, на итерации. В первой итерации делается анализ, проектирование, небольшая реализация, тестирование, выкладка на бой, нагрузка, тестирование, показывается клиенту, он смотрит, говорит, отлично, не то. Вот это итеративный подход. Но, вовлекая клиентов, вы как бы говорите, ты знаешь, это иначе нельзя. Не потому, что мы плохие и вы не умеете, не потому, что ты такой глупый, ты умный, мы хорошие, но это все гораздо сложнее. Это физика. Ты должен влюбиться, переспать с проектом, я так хочу сказать. То есть ты должен настолько сгореться им, что ты поймешь, на самом деле, что то, что сейчас хочешь, это не то, тебе надо что-то другое, но ты еще не понимаешь этого. Давай мы сейчас сделаем, ты посмотришь, а потом ты решишь. Вот это самый правильный процесс, который называется в духе Russian Unified Process. Вы поняли идею итерации? Этот процесс, ну вот он, он как бы, у него есть разные вариации, но на мой взгляд, вот в веб-студиях, именно этот процесс является для сложных систем наиболее правильным. Никакой не agile. Именно итерационный процесс. Но не цепляйтесь к требованиям, пожалуйста. Просто проникнись духом. Вы сами построите все, что вам надо внутри. Просто поймите, что чтобы делать сложный проект, если вы сразу хотите сделать отсюда досюда, вы скорее всего сделаете не то. Поэтому лучше разбить на итерации. И именно потому, что так устроена физика, так устроена жизнь, а не просто вы-то какие-то плохие или он такой глупый. Значит, улучшаются фазы, улучшается обратная связь с заказчиком и так далее, тому подобное. Тут все написано, почему это хорошо. Но это, конечно, дорого. Вам нужно иметь тестировщиков, аналитиков, разработчиков. То есть у вас одна фаза заканчивается, вторая может быть начинается. Вы понимаете, что там начинает происходить? У вас какие этапы идут? То есть тут этот дороговатый процесс. Я думаю, дешевле все-таки водопада может быть. Но это процесс, надо иметь некие кадры для него. Теперь переходим плавно к agile. Кто читал agile манифест? Откуда все начиналось? Agile манифест – это вот такие вот, прошу прощения, апостолы, которые сказали, так, мы программисты, все, нет войне. Мы будем делать проекты для клиента. Мы ваши друзья. Мы хотим сделать вам хорошо. Мы хотим запрограммировать правильно. Вы должны, то есть мы будем взаимодействовать. Понимаете, как получилось? Это как бы такие вот врачи, которые хотят помочь. Они говорят, ты знаешь, мы тебя научим бегать, прыгать, отжиматься. Ты бросишь курить, бросишь пить. Будешь поститься, молиться. А человек даже не понимает, куда он ввязывается. То есть agile на самом деле такой, я бы сказал, экстремальный коммунизм. Но это на самом деле тоже работающий методолог. Он далеко не для всех. И тут говорится нам эти заповеди, вот эта вот нагорная проповедь, что люди важнее процессов. Это все правильно. Но это, вы понимаете, это слишком открыто. И слишком, ну это правильно, но не для всех. Люди не понимают, что это такое. Ну вот они не верят вам. Вот они все равно будут закладывать риски. Они все равно скажут, ну сколько стоит проект? Как сколько стоит? А вы скажите, что вы хотите. А я и пока не знаю. Ну скажи, сколько стоит. Вы понимаете, что это нарушение логики. То есть это даже не нарушение законов физики, это нарушение законов логики. Скажу сразу. И поэтому об этом надо говорить. Хотя бы подсвечивать, что если вы хотите работать по agile, соглашайтесь общаться, соглашайтесь контактировать, соглашайтесь доверять нам, как инженерам, и мы будем доверять вам. С точки зрения нас, как студии, требуется профессионализм. С точки зрения клиента требуется открытость и коммуникация. Это важно. Я думаю, манифесты вы прочитали. Ну тут в конце, значит, люди должны мотивированы быть профессионалами. Обратите внимание, должны работать мотивированы профессионалами. Вот это место часто забывают и внедряют agile. Слово профессионал здесь важно. Можно вообще весь этот манифест убрать и сказать, должны работать мотивированные профессионалы. Все. Профессионалов, к сожалению. И тут я, начиная уже более серьезный хардкор, я вам расскажу об agile изнутри. Вот один из моих любимых авторов по проектному управлению, это Скотт Амблер. Это такой каратист, такой здоровый дядька двухметровый, который внедрял agile. То есть вы чувствуете разницу. С одной стороны кажется, agile скрам программисты любят, это кофейка, попить печеньки, там скрам мастер с посохом ходит. Нет. Agile – это боевое каратэ. Это страшно. Какие люди внедряют? Посмотрите, Скотт Амблер. Страшный мужик такой, с такой шеей. Почему страшный? Потому что, как я вам объяснил, у вас водопада нет, ТЗ нет, а победить надо. Вот реально вы спецназ, вы бегаете с пращой, и надо очень точно кинуть камушек. И поэтому, если вы не понимаете, что эти пункты значат, вы проиграете. Что эти пункты значат? Рассказываю. Модель шторминг. Нужно проектировать, собираться и проектировать вместе с клиентом, штурмовать примененную область. То есть не то, что я тебе написал, ты мне ответил, ты мне не так ответил, ты мне не то время написал, что это у тебя за шрифт такой. Знаете, начинается, спадает момент для логических исследований. Вам нужно проектировать активно. Дальше. Вы должны писать тесты. Вы должны итерационно моделировать. Не надо говорить, я сейчас спроектирую, и это правильно. И программист, нет, это неправильно, надо правильно так. Да я 10 лет это делал. Да вообще вы делаете неправильно. Вы сделаете итерацию, проверьте, а потом двигайтесь дальше, не зацикливайтесь на этом. Это итеративное моделирование. Дальше. Делайте достаточно хорошо, just barely good enough. Предвидите архитектуру. То есть попытайтесь проникнуть в мозг клиента и увидите, куда эта система будет развиваться. Вы чувствуете, какой тут требуется опыт на самом деле? Ну это agile. Дальше. Приоритизируйте требования. Если клиент говорит, сделайте, значит, мне унитаз на потолке и, пожалуйста, тут покрасьте, значит, плинтус с желтой краской, вы сначала думайте об унитазе, не думайте о краске. Бывает так, что мы начинаем думать о краске и забываем о главном, что унитаз нельзя там закрепить, ну никак, он не будет работоспособным, мы знаем законы гравитации. То есть приоритизируйте требования. Дальше. Вот это active stakeholder participation. Активные участия клиента должны быть в процессе. Обязательно он должен сидеть, его представитель. Не просто менеджер должен сидеть, который отвечает за сроки. Это будет белка и стричка. Когда сделайте? Когда сделайте? Давайте уберем это требование. Вы знаете, то есть это психоз. Человек страдает и проект страдает. Там должен сидеть такой вот айкидошник, который отвечает на ваши вопросы. Его задача максимально качественно отвечать на поставленные разработчикам вопросы. Он должен консультировать людей. Все. Это его роль. Представляете, он приходит на работу, чтобы помогать вам, а не чтобы сроки контролировать. Даже мать там кого-то. Это вообще слова нет. Дальше. Смотрите вперед. Документируйте последовательно. То есть не надо сразу все писать. Много моделей можно делать. Вот это важный момент и единый источник информации. Это в вики необходимо создать, если у вас agile, в вики создать описание каждого модуля, чтобы в одном месте была информация, а не раскидана. Исполнимые спецификации. Это вообще офигенная штука. Исполнимые спецификации. Это о том, что вы сделаете в коде решение и обсуждаете его. То есть мало ли что там я придумал. Ты вот реализуй и покажи, что это работает. Вот доведи до системы. У вас, или, например, спроектируй модель классов и выгрузи ее в базу данных, то есть схему таблиц. Вот это что значит? Не надо болтать, не надо заниматься эмоциональными перетрубациями, потоками эмоций. Вы сделаете логическую систему и все. Итак, это agile. Глазами Скотт Амблера, ну, в принципе, я согласен с ним во всем. И тут вот нет пункта, о котором хочется сказать очень. Я не вижу его здесь. Самое главное, это эффективный обмен информацией. Когда у вас agile, необходимо сделать все для эффективного обмена информацией. Scrum, Kanban, XP, мы дальше об этом поговорим, они все делают шаги только для этого. Как это обеспечить? Это, конечно же, повесить доски. Вы должны повесить доски везде. На потолке, на полу, на стенах. У вас все должно быть в маркерах и в досках. Это очень важно. Потому что это первое. Второе. Люди должны не бояться говорить, ребята, говнокот. Все встали. Где, где, где? Вот тут смотрите. На доске нарисовали. Опа. А кто сделал? Да это я вчера сделал. Я там недоспал немножко. Ну, я старался, но там меня отвлекли. Мы тебе поможем. То есть, должны люди не бояться говорить о проблемах. Они должны не бояться говорить о том, что клиент дурак, например. Ну, я шучу, конечно. Ну, точно. А клиент дурак? Что это такое? Да, правда. Пойдем порисуем на доске. Давай, вот, попроектируй класс лучше. Успокойся. Мы понимаем. На, кофе попей. То есть, или там, допустим, да хватит, я не хочу это делать. Вася, прекрати функции писать. Сделай класс наконец-то. Это должно… Ну, да, то есть, хорошо. Если вы будете шукать, шушикать, говорить там, да ты что? Тихо, 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 услышат. Тихо там премии лишат. Все. Agile нет. У вас умирает Agile сразу. Поэтому, если есть доски, должны быть маркеры, должны быть… Это все вот, то, что написано, это user story. Мы о них дальше поговорим. Но первое правило – это коммуникация. Вы должны прийти к генеральному директору и сказать, здравствуйте, я так люблю нашу компанию, я так люблю наши проекты, я тоже люблю. Вот это диалог. Понимаете? Вот просто момент или разработчик там. Мне так нравится, как ты программируешься на классах. А он на тебя посмотрит. Ну, я женат, у меня жена. Да, у меня тоже жена, но я так люблю, как ты программируешься классами. Понимаете? То есть, вот так. Это agile. Значит, дальше что? Как в agile происходит планирование? В принципе, во всех методологиях этих планирование – это список приоритизированных требований. То есть, у вас есть фичи, описанные языком эмоций, как правило, ну, разные клиенты, но часто это язык эмоций. А в конце вы пишете языком логер, как это проверять. То есть, я хочу, как у него форма авторизации. Ну, это бред. А вы делаете, как проверять? Вводишь логин, вводишь пароль, там, на обратной стороне карточки. Не циклитесь на размерах карточек, не циклитесь на деталях. Вы это все прочитаете. Главное – это список требований. И все занимаются требованием сверху. То есть, задача менеджера в agile – это на самом деле приоритизация требований. У менеджера нет ганта. Гант – это не agile. Гант – это дома строить. Agile – это список требований. Менеджер приходит на работу и целый день приоритизирует требования. Вот его работа. Это самое трудное. Поднять приоритет требований. И с клиентом. А сделайте мне это. А сделайте мне это. А сделайте мне это. А сделайте мне это. Хорошо, все сделаю. Что сначала сделать? А что в следующем шаге? Ну, здесь у человека как бы успокаивает. Это психология, я понимаю. Но так устроен agile. У вас есть список. Дальше. Список требований. Вы получаете оценку требований. Вот тут, прошу прощения, уже немножко будет такая хитрость такая. Вот это страшная методология. Кто слышал о planning pokery? Это очень страшная методология. Она на самом деле, на самом деле она учит людей коммуницироваться. Садятся разработчики. Я расскажу, как они работают. Садятся разработчики. Сколько это будет? И дается требование клиента. И может представитель клиента сидеть. Ребята, сколько делать эту штуку? Один, который любит свою компанию, больше всего на свете говорит, два story point или два часа можно оценивать в story point. То есть в каких-то единицах вы оцениваете. Не можете в лунах оценивать. Неважно. Это все как бы единица работы. Второй говорит, да ты что, тут столько дел. Этот персекционист хороший персекционист. Да тут две недели работать. Третий говорит, да я такое делал, это вообще нерешаемая задача. Люди коммуницируются. Ваша задача заставить коммуницироваться и получить согласованную оценку. Потом говорит, проголосуйте. Чем больше голосов, тем оценка менее точная. Это для того, чтобы кто-то, ну знаете, будут люди так любят свою работу, что они будут говорить оценку меньше. Я сделаю за час, а я сделаю за 49 минут. Молодец. А я за 48. И вот это до вечера может быть. Нет. Оценки грубые. В итоге вы заставляете людей коммуницироваться до тех пор, пока они друг с другом не расскажут, что на самом деле вообще надо делать. Пока кто-то не скажет, ребята, да вон есть библиотека, функцию вызовите и вы сделаете за секунду. Все. Понимаете, вот для чего плейнг покер. Поэтому в скраме, например, плейнг покер выделяется день на оценку, люди оценивают, или полдня, как хотите. Вы увидите сами. Понятная идея разработчиков. Потому что если отдельно говорить с разработчиком, разработчик может свести вас с ума. Реально. То есть вы будете с ним говорить, он вас свести с ума. Потому что он умный. И если вы в менеджер особенно, он смотрит на вас как на первобытного такого с дубиной, который может врезать хорошо, но он видит, а разработчик такой инопланетянин такой божественный, на землю витает такой. И он говорит, ты знаешь, а есть вот допустим, есть Млечный путь, а есть теорема Пифагор. Тут ух ты, буду рассказывать. И вот он, когда несколько разработчиков, вы как бы начинаете заставлять их как бы самих себя пожирать, вы получаете нормальную оценку. Дальше. Следующий элемент элемента джайла это короткие итерации. То есть что здесь у нас, о чем речь. У вас есть продукт бэклог с задачами, оцененными по плейминг покеру. Дальше вы берете на спринт, нарезаете проект на спринты, и спринты, допустим, две недели. И берете, составляете список требований на спринт. Каждый разработчик выбирает свою судьбу. Не надо никому что-то навязывать. То есть все свободные. Все дерутся как могут. Берет свою задачу разработчик. В итоге получается такой некий цикл, и дальше вы выгружаете это на бой. Вот в принципе суть. Но тут куча подводных камней. Давайте посмотрим поглубже. Значит, ну тут вот основной момент здесь это ну вот есть такие вещи, как допустим, мы дальше проговорим. Это там есть такие моменты, ну например, каждое утро разработчики встают это в скраме и рассказывают, значит, что они будут делать. Ну вот как бы впечатление, что они эти идиоты, замкнутые в себе, дебилы какие-то, им надо рассказывать, что они будут делать, иначе не поймут, что они будут делать. Но это скрам. То есть задача, на самом деле, суть такая, что я не, как правило, разработчики, я сам же разработчик, мы интроверты. Нам это все неинтересно, этот мир. Нам интересно код писать. А вот эти проекты. И вот мы встаем и рассказываем каждому, кто хочет делать. В этом случае возникает просто обмен информацией. И ты знаешь, кому подойти, спросить. Да, вижу. Вот. Поэтому это у нас, поэтому коммуникации важны. И самое страшное в agile, это получение быстрой бытной связи. Оно у нас в конце. Это спринт-ревью. Мне говорят, времени мало. На самом деле, тема большая, но мы сейчас пробежимся по основным моментам. Значит, вы сделали литерацию, дальше вы показали ее. Очень важный момент в скраме, это демонстрация результата клиенту. Когда вы собираешься к клиенту, а что ты сделал, покажи. И все показывают. Это очень сильно стимулирует ответственность. Дальше получаете фидбэк и дальше корректируете план продукт-бэклог, спринт-бэклог и планируете следующий спринт. То есть, у вас все как бы на такие этапы поделено. Я немножко ускорюсь. Нужны ли тесты? Тесты нужны, но с тестами просто вы вылетите из трубу, потому что все тестировать долго и дорого. Как можно сэкономить? Можно писать тесты, можно, во-первых, модульно программировать, использовать классы функции. То есть, если вы пишете хороший код, тестов нужно, как правило, очень мало. Второе. Делайте функциональные дымные тесты, которые тестируют систему целиком. Это работает, поверьте. То есть, первое, код должен, у вас вообще в компании должна быть культура написания хорошего кода. Это вообще самое святое, что может быть. Не план продаж, а именно культура написания кода. То есть, книжки должны стоять по программированию, как OPA использовать, как D7 в битрексе использовать. То есть, люди должны любить код и это очень важно. Поверьте, это самый важный элемент веб-студии, это любовь к коду, любовь писать, программировать, верстать правильно. Правильно, значит, аккуратно, лаконично, и на этом надо учиться постоянно. Вот. А дальше, модули, тесты пишутся, допустим, для модулей. Этого достаточно. Если вы пишете объектно-ориентированно по функциям, в тесты можно писать не на все. Можно тесты автоматизировать, Selenium, PHP Unit какой-нибудь. Это библиотеки, их полно. Просто знайте, без тестов будет трудно, будет страшно, будет кровь, потому что вы что-то будете менять, и вы не узнаете, потому что в СССР же нет. У вас нет схемы взаимодействия системы, модулей системы друг к другу, поэтому будет больно. Тесты помогают. Дальше. Код нужно документировать, но очень аккуратно, без графоманства. Есть программисты-графоманы, знаете, они очень много программируют, много... и запутываются в этом, пишут, не надо. Надо писать очень мало, но очень... должны быть очень лаконичные, правильные документации. Поэтому проверяйте, что у вас, если у вас agile, вы документируете код хорошо, лаконично. Немножко об об XP. Как родился XP? Все помнят. Ребята завалили проект, на самом деле, для Крайслера, для системы, там у них была система обсчета страхования и выплата заработной платы. Ребята завалили проект, несколько лет его делали, но при этом написали много книг. Продукт Вовнер, девушка, которая вела этот проект, у нее случился нервный паралич, у нее поразовала часть лица. Это XP. Но при этом, это правда, да, да, она, к сожалению, не выдержала этой нагрузки, ну, потому что ТЗ нет, понимаете, и они с этими прыщами в голливафа стреляют. Вот. Но тем не менее, вышли книжки, и кратко я вам покажу суть, суть XP, очень просто. Суть XP, а то же самое. Единая команда, мы видим, владение кодом, то есть, если кто-то говнокодит, то он будет раздражать всех. Должен быть общий код, хороший код. Стандарты кода обязательно, тесты. Парное программирование, это очень спорная практика, не рекомендую. Аккуратно к ней относитесь, потому что дорого, но иногда это полезно. Рефакторинг, это вообще постоянно, это очень важно, код должен постоянно, он не должен заваниваться код, он должен постоянно источать свежесть. Для этого его надо рефакторить регулярно, это очень важно. Простой дизайн, то есть, не занимайтесь садомазохизмом, не занимайтесь жутким проектированием, делайте просто. Это признак профессионального разработчика, когда он делает просто и дешево. Ритм должен быть такой, чтобы люди могли приходить после пятницы в понедельник и это делать каждый раз, а не то, что все бегут-бегут, а потом все две недели валяются и друг друга не понимают, пьют только кофе. Такое бывает. То есть, ритм должен быть, людей нельзя выжимать ни в коем случае. Должна быть конструктивная атмосфера печеньки и кофе. Это вообще задача менеджера в agile, это покупать печеньки. Да, это основная задача, печеньки, кофе и чтобы все улыбались, а и доски, чтобы все были вытреты доски. В принципе так. Метафора, это когда я говорю на сложную концепцию просто и все понимают, что я говорю. Conduct integration, это не ждать, а на бой быстро выгружать. Вот, клиент проверяет и говорит, как он будет проверять. Маленькие релизы, плейлинг-бокер уже сказали. Ну, в принципе, все, вот вам и все XP. Я думаю, схема увидели, да, это то же самое. Это все agile. Дальше. Kanban, ну, Kanban, это вообще, это нирвана. Если Scrum, это нирвана с кнутом, таким щелк, значит, каждую демонстрацию, демонстрация, то Kanban, это вообще нирвана. То есть, люди работают, создаются условия, чтобы человека никто не трогал, у него список задач копится. Идея такая, что если человека мало переключать, как правило, не дергать, не орать на него, не кричать, когда ты это сделаешь. Скажи мне, когда ты это сделаешь, а что? Я пока не знаю, но скажи, когда ты это сделаешь. Это эмоциональный трэш. То есть, это вообще глупость. Это дома, это в семье, это можно по политике любить. Это совершенно далеко от реальности. Нельзя сказать, за сколько ты это сделаешь, не знаешь, что ты будешь делать. Поэтому, тут говорить, если такой вопрос есть, значит, даете в ответ в учебник физики, на тебе, учи, поголовил, что стукайте сразу в учебнике физики. Значит, канбан, просто, понятно, доска, люди не перегружены, не переключаются между контекстами. Задача менеджера ускорить прохождение, то есть, постоянно смазывать этот механизм и следить за тем, чтобы, как бы, людей просто не трогали. И он там людей просто, если надо, переключает между этими ветками. Вот это канбан. Принцип очень простой. А, и не делать лишнего. То есть, не планировать, там у них такого общения в канбане. В канбане это вот, очень хорошо мы любим свои проекты. Не мешайте нам работать. Вот канбан, не мешайте нам работать. У меня уже заканчиваю скоро. Так, значит, это канбан. Теперь немножко про скрам. Вот что такое скрам. К сожалению, скрам часто. Это быстрый код плохого качества, если за этим и следить. Скрам, это вот красиво, печеньки, но каждые две недели, допустим, демонстрации, код-ревью. За качеством, если не следить, будет вот такая вот чертовня такая. Это страшно. Значит, продукт бэклок. Мы уже сказали это. Вот я вам говорил, что это такое создается, оценивается приблизительно. Плэннинг покер. Вот игра по выбиванию оценок из умных людей. Да, значит, мы уже знаем ее. Спринт – это доска. Каждый берет задачки, делает, потом говорит – да. Есть такое понятие, definition of done. Что это такое, не знает никто. Я спрашивал, никто не знает, что такое definition of done. Когда я спросил у очень важного эксперта, яркого по скраму, Асхату Разбаева, скрам трек, я это все читал, говорю, ты мне, я уже, знаешь, сколько проектов завалил? И ты, наверное, тоже много завалил. Скажи мне, пожалуйста, что такое скрам двумя славиями? Он говорит, скрам – это спецназ. Понятно, спасибо, я от того, что ты думаешь. А теперь скажи мне, скрам – это кофе или марихуана? Он говорит, утром кофе, вечером марихуана. Это высочайший уровень. И вот когда люди хорошо программируют, у них проблемы с definition of done нет. Если плохо программируют, это будет куча, понимаете, чего. Вот, коммуникации, утром собираются, общаются доски, визуализация, но это уже игрушки для менеджеров, это такой бирдаун, то есть там оценили, команду оценивать в story point, потом вы заходите, смотрите, ребята, у вас что там со story point? Ну, то есть сколько сожгли, то есть ваша задача сжигать story point и через две недели, допустим, у вас они должны быть сожжены. Ну, кто-то, допустим, не сжигает их. Ну, там кофе пьет постоянно, захотелось кофе пить, ну, потом он, значит, больше сожжет. Ну, поняли идею. То есть такая штука бесполезна на самом деле. Скорость команд это тоже бесполезная штука, потому что нельзя людей загонять, они будут писать плохой код. Product Owner. Это, я сказал, это женщина, которая поразовала половину лица, в принципе, вот это Product Owner. То есть он должен отвечать на все вопросы. Это сложная очень роль, она только для каратистов, для кидошников, к сожалению, подходит. Ну, для красивых девушек тоже. А вот Scrum Master, это вот, это очень страшная роль, она вообще, как бы, тоже никто не знает, что это такое. Этот человек, этот человек хорошее настроение, который ходит, вот, ну, как только что-то делает не так, он хоп так, и. То есть он устраняет препятствия. Это такое вот, это паста. То есть это не менеджер вверху там, да, который командует, это такой человек, который между вами, сидит там, кофе поднесет, печеньку с вами откусит там, по кудам, но его задача, чтобы вам было хорошо. Вот такая роль, очень классная, да. Вот, значит, и в конце, значит, с принта приезжает клиент и смотрит, значит, что, как вы нарисовали 7 красных переприкулярных линий, из них, которых одна, значит, прозрачная, а вторая, значит, в 10 измерении. Это клиент. Ну, там можно, например, меня слушают, что они говорят, они сегодня ничего не понимают, то есть главное по карточкам, что вы написали, вы сделали. Вот, поэтому, значит, риски еще какие, повторим, я заканчиваю, риски какие, люди разные. Вы услышали, да, что agile это спецназ, все услышали, да, посыл такой, что если, лучше водопад, водопад, ТЗ, тестирование, это риск, особенно скрама, сложные требования, нужно проектировать, нужно аналитики, нужен групп, нужен UML, технический долг, это про рефакторинг, у вас должен быть постоянно проводиться рефакторинг, иначе вы будете, у вас будет огромный государственный долг, технический долг, там, за 10 лет по проектам, вы с разработчиками не расширяйтесь никогда, вот, и лидерство, понимаете, это методология на эмоциях, то есть, ну, какой нормальный человек выйдет против Голиафа с прощой, нормальный человек не выйдет, поэтому, надо лидерство, нужен кофеек, то есть, вперед, значит, вдохновлять, иначе все поймут, что, ну, страшно, не все любят драться, спасибо за внимание, спасибо за внимание, спасибо за внимание,